так ну вот она сцепление на корзине на лепестках выработка видно есть но она не большая сейчас камаз проедет выработка небольшая сейчас мы снимем корзину посмотрим как она у нас по прижимному я думаю что она и по прижимному будет нормально поэтому мы ее все-таки решили не менять но когда снимем будет видно помощник мне все-таки не пригодился осталось на стойке коробка повернул я немножко и оставил конечно опасно но стоит устойчиво подшипник у нас мертвый поэтому мы его заменим берем новый сразу устанавливаем новый у нас подшипник будет фирмы наши иначе 48 sc rn 32 к это он идет по маркировке такое сейчас открою вот такой подшипник берем его переставляем ставим на место и фиксируем пружинкой до этого снимаем пружинку поднимаем все чистим здесь немножко посадочная не на не посадочная направляющим на которые у нас ходит подшипник вилка еще живая еще будет работать сейчас немножко откиснет протруе все протер берем подшипник люди подшипники направляющие по подшипнике мажут здесь даже есть место он вроде как под смазку но я не мажу здесь втулка не металлическая она второпластовая почему я не мажу потому что здесь постоянно грязь летит со сцепления но вот этот темно это все выработка со сцепления и она набивается туда и на из-за этого начинает туго сцепление ходить кто-то скажет наоборот надо мазать я не мажу я не говорю что не надо мазать может быть и надо но сколько лет делаю никогда не мажу и защелкиваем пружинку пружинка встает в паз все она держит фиксирует своими усиками выжимной на вилке все вот так вот так ну что сцепление снимаем здесь у нас звездочки головка ешка здесь е 10 это 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 КОНЕЦ Сцепление износилось полностью. Корзину надо было менять. Вот что с корзиной. Клепками ее подрало. Корзину надо было менять. Вот здесь хоть маховик целый остался. След видно, клепка и цепанула его, но выработки на нем нет. Берем новый диск сцепления оригинальный. Он идет у нас 2301А 088. Вот такой вот диск. В оригинале он идет фирмы Exidy 6М14А. Непонятно. Оригинальный номер сразу набит. Странно, но в кроссе диск дубликатный не выпал. Хотя и Exidy Japan. Берем, устанавливаем. Диск. Вот эти пружины, которые выступают. Ложим в корзину этой стороной. Одеваем ее на направляющие. Вот штифты три штуки. И наживляем болты. Сначала только наживляем. Так. Подreh見て, что делали Для этих дел есть направляющие, есть универсальные направляющие. Но я их не беру, я всегда делаю на глаз, по центру. Притом не гадаю, у меня так получается. Но для лучшего удобства, если будете делать сами, чтобы не мучиться при установке коробки, брать направляющие. Сейчас я, получается, выставил ее, берем теперь потихонечку подтягиваем. Я обычно крест-накрест подтягиваю здесь, хотя особо эта роль и не играет, но мне так удобнее. Я ее равномерно притягиваю, никаких перекосов нет. Все, сейчас покажу. Вот таким образом я ее центрую. Ну что, здесь у нас готово. Берем, устанавливаем коробку. Хорошо я коробку не снимал, по-моему, помощник не нужен будет ее ставить на место. Так она, она и осталась у меня стоять на опоре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Все. Наживляем сверху второй болт. Ну, второй болт мы, наверное, снизу не будем мучиться, мы его сверху закрутим. Сейчас только наживим его. А теперь, пока у нас здесь снизу стоит подпорка, мы заставим заднюю подушку. Ну, этот болт нижний я наживил. Теперь приподнимаем, коробку выворачиваем немножко и наживляем верхний болт. И затягиваем вот этот задний болт на подушке. Ставим на место лючок. Теперь устанавливаем на место лыжу, но перед этим устанавливаем кронштейн подушки. Затягиваем. 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 Лыжу затянул, подушку затянул. Теперь вставляем на место привод. Затягиваем. Достаточно красиво. Затягиваем. Соективный курики вставляем. Затягиваем. Все посадки certo cuts. пыльник надо было пластиковый снять снимал то удобно когда ставите аккуратно чтобы не повредить сальник заводим лицевую и легким ударом он садится на место после этого то вставляем уже гранату в ступицу перед этим я шлицевую помажу чтобы кто его будет ремонтировать снималась легко отводим рычаг вниз и вставляем шаровые на место вставляем болт и затягиваем также наживляем гайку на ступицу затягиваем точно так же делаем вторую сторону все я вторую сторону собрал также вставил на место привод также закрутил сейчас за контрагаю гаечку и закрутил шаровую опору теперь мы берем вот заливная пробка и заливаем масло масло залью эниус 75 в 90 по каталогу идет номер ойл 1366 то есть пробочка здесь на ступицу и я наверно сейчас переопущу и через воронку со шлангом залью воткнул шланг в коробку и сейчас сверху зальем красивое свежее масло заливаю все залил я масло у меня ушло 2 литра 150 грамм вот сейчас видно через уровневую пробку он снизу в тазик поставил масло капает чуть-чуть сейчас убираем шланг и закручиваем заливную пробку поэтому если будете брать 2 литра 2 литра чуть-чуть буквально не хватает 2 150 воронку я убрал пробочку я затянул теперь подтягиваем вот эти четыре гайки и затягиваем болт верхней на подушке гайки там на 17 я уже подтянул их я уже подтянул их теперь прикручиваем стартер подтягиваем о болта я наживил все-таки стартер удобнее верхний болт сверху все правильно и теперь мы откусываем вот эти хомуты которые я подкреплял прикручиваем на место верхние болты здесь которые я откручивал здесь их не видно они находятся под дроссельной заслонкой прикручиваем два болта здесь и один болт сзади так ну что ставим на место кулису этот то я не провел рабочий цилиндр я же из-за него кулису снимал цилиндр проходит вот здесь вот вот теперь можно ставить кулису так подтянул кулису когда ее будете устанавливать здесь вот есть капроновая такая как пятка она под эту подходит смотрите чтобы ее поставить аккуратно одеваем теперь вот этот стопор и заводим его вот здесь где он фиксируется одеваем вторую кулису вот она защелкнулась наживляем цилиндр рабочий и защелкиваем его здесь у нас стопор и здесь у нас фиксатор надеваем стопорное кольцо затягиваем троса кронстрейн я их наживил троса и и и и и и Также у нас есть проводка на датчик и масса двигателя. Все основное мы собрали, кулисы подключили, прикрутили, устанавливаем. Площадка под аккумулятор, здесь у нас проводка. И подключаем разъемы. Площадка подключила. Площадка подключила. Площадка подключила. Устанавливаем батарейку Продолжаем и устрем Воздуховод Вот. Затягиваем все. Так, ну, хомуты я подтянул, клипсы здесь я снизу поставил на место, теперь осталось у нас только закрутить вот этот болтик и поставить минусовую клемму. Ну что, пробуем завести. 135 тысяч пробег. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Нормально все включается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но что-то шумновато, по-моему, какой-то подшипник ступичный у него не очень хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас сяду, прокачусь. На этом все. Замену сцепления мы произвели. Диск сцепления поправлюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин.